Что касается Пасхи, крестный ход в храмах стартует в полночь. Затемборнаульцев ожидает служба и освящение праздничных куличей Пасах. Церемония продлится до самого утра. Для удобства граждан с 2 до 4 часов 1 мая Комитетному подорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи будут организованы бесплатные перевозки пассажиров в 6 основных храмах города. Это Святоникольская церковь, Покровский кафедральный собор, Александр Невский собор, Андрейская церковь, храм Дмитрия Ростовского, Знаменский храм. На Радоницу и Родительский день общественный транспорт, это почти 100 автобусов и трамваев, также будет перевозить пассажиров бесплатно с 8 утра до 6 вечера. На Власихинском, Новомихайловском и Черницком кладбищах у ворот будут дежурить автобусы малой вместимости. Они доставят барнаульцев от центральных ворот до мест захоронений. Кстати, сами кладбища, по данным Роспотребнадзора, пока небезопасны. Здесь зафиксировано большое количество клещей. На сегодняшний день на кладбищах проведена энтомологическая экспертиза на наличие клещевого энцефалита. В сроке 30 апреля будет проведена клещевая обработка территории кладбища. К Родительскому дню на кладбищах установят дополнительные контейнеры для мусора. Тем, кто захочет привести в порядок могилы, но забудет садовый инвентарь, его выдадут. Для этого создан запас из 200 грабелей и лопат и 7 тысяч полиэтиленовых мешков. С водой также должен быть порядок. Сейчас проводится подключение летнего водопровода. Там, где его нет, поставят поливомоечные машины. Просевшие после зимы места захоронений можно будет подсыпать. Грунт для этого уже завозится на кладбище. Напомним, родительский день в этом году отмечается 10 мая.